В одном из курских пабликов появился пост, который вызвал отклик у многих горожан. К сожалению, проявления эмпатии ограничились лишь сочувственными и возмущенными комментариями, но не побудили горожан на действия. Пост был посвящен Герде, возрастной собаке, о которой совсем не заботились ее хозяева. Герда жила впроголодь, об этом мы узнали позже, также она явно была больна и не получала никакого лечения. Собаку не пускали в теплое помещение даже на несколько минут, хотя причиной ее проблем со здоровьем было постоянное переохлаждение. Герда служила своим хозяева 14 лет, но после того, как она постарела, они завели нового питомца, а Герду оставили тихо умирать на улице, прикованной к цепи. Когда волонтеры разговаривали с хозяевами Герды, они вели себя так, словно их это все совершенно не касается, словно речь идет о чужом животном. Девушки просили пустить Герду хотя бы в коридор, ведь на время лечения ей надо было находиться в тепле, но в ответ получили непонимание и даже возмущение. Если вы о ней так переживаете, забирайте, лечите, содержите в тепле. Нам она уже не нужна, она бесполезна, тем более, если ее надо в доме держать. Волонтеры оказались бессильны, ведь хозяева не собирались заниматься собакой, а у девушек просто не было денег на лечение, так же как мест на передержке или кураторов, которые были бы согласны помочь. Девушки позвонили мне, я не смогла отказать Герде, которая за многие годы своего преданного служения получила в ответ пренебрежение. К сожалению, у нас также огромные проблемы с теплой передержкой и я не видела возможных путей решения проблемы. Для начала удалось договориться, что несколько дней Герда проведет в стационаре вид клиники. Я оплатила помощь врачей, корм, миски, памперсы и все остальное, что ей необходимо в первую очередь. Герда оказалась очень добрая собака, которая любое внимание принимает с благодарностью. Даже болезненные процедуры, которые ей явно не по душе, она переносит стойко и с благодарностью в глазах, которые сменяются на истинное удовольствие, стоит в поле ее зрения появиться корму. Герда общительная и терпеливая, за свою жизнь она так привыкла довольствоваться малым, что отвечает на заботу огромным количеством любви и нежности. Врачи прилагают усилия, чтобы помочь Герде, хочется верить, что годы пренебрежения не нанесли ее здоровью непоправимый вред и нам удастся поставить ее на ноги.